Мы вчера с Вадимом, интересный разговор у нас был Он говорит, слушай, ну типа вот надо, бля Вот надо типа вот там подстраиваться, делать там Как типа топово, как типа вот там Чтобы было больше просмотров И я ему сказал одну простую вещь Я ему сказал, слушай, Вадим, а вот давай зайдем в YouTube И просто нажмем кнопочку тренд И посмотрим прям сверху вниз все, обложки посмотрим Кто как делает и кто что показывает И вот это типа ты говоришь, что это тренд, это типа круто Ну и как бы не то, что ты говоришь, да, это YouTube говорит И мы увидели полный пиздец Если вы сейчас просто зайдете на YouTube Нажмете кнопочку тренда И просто внимательно приглядитесь, что там показывают То есть то ли YouTube совсем охуел и просто просчитывает Я не понимаю вообще чего Есть интересные вещи, которые, например, я в том числе Я смотрю, есть интересные блогеры Но у них не так То есть когда делается интересный реальный контент Его не может быть дохуя Его просто не может быть дохуя Потому что чтобы было дохуя нужно очень много денег А как правило в интернете, там где вкладывают слишком много денег И делают это постоянно Оно как бы это дело прогорает Я недавно смотрел ролик По-моему это Амиран говорил Он говорит, что вот мы сделали там студию, сделали шоу И походу я его скоро буду закрывать Потому что просто пиздец как дорого И оно видимо не окупается Либо еще какие-то причины То есть я это говорю к тому, что Когда ты вкладываешь слишком много Ты хочешь соответственно отдачи Потому что это же все действительно стоит денег Это огромный труд, это много работы А Амиран нет Амиран на шоу не зовет Потому что я наверное не пойду Потому что я смотрел эти шоу И они мне, ну не мое Вот, не совсем мое Людям нравится, люди смотрят Каждому свое Мне просто не нравится Я просто до конца не понимаю Что там делают разные блогеры Потому что за такой промежуток времени Все что-то начали снимать Вообще все Кого-то бросает в интервью Кого-то бросает на тачке Кого-то бросает на еще какие-то вещи И нигде до конца цельной философии нету Ее действительно сложно найти И еще сложнее ее реализовать Вот Потом мы сейчас прорабатываем проект Следующего характера Есть очень много талантливых ребят И талантливых чуваков Из которых реально можно сделать Крутые проекты В том или ином направлении И мы сейчас Это будет чуть позже Мы будем привлекать таких ребят Мы будем Мы проведем несколько просмотров И мы хотим сделать Пару автомобильных каналов Пару каналов про жизнь Короче, мы хотим вырастить Крутых классных блогеров Помочь им У кого нету финансовой возможности У кого нету Возможности это все содержать Сделаем Сделаем Попробуем вырастить из кого-нибудь Крутых Крутых прикольных блогеров Конечно, это не получится За один день однозначно Но методика понятна Что делать понятно Это будет достаточно интересно Вот Жора Ревазов Я не знаю, что с ним, ребят Я его очень давно видел И Больше я не видел И не слышал Не это самое Кто-то Считает Что можно Штамповать ролики Налево и направо Просто Вообще Ну, насрать Просто Взял телефон Просто снял Какое-нибудь говно Очередное выложил Снял говно Очередное выложил Не знаю Мне почему-то казалось Что И кажется до сих пор Что Правильное развитие Оно как раз В том, когда все Становится сложнее Интереснее Грамотнее Мне почему-то Оказалось Но когда я посмотрел На тренды Просто первые, знаете Там 20 роликов Посмотрел Я просто Я охерел Вообще Какое говнище Там просто Простреливают Интересные вещи Но В целом Реально говнище Вот Кого я смотрю Слушайте Ну так Целенаправленно Я Мне называют Очень много имен Очень много имен И я Я просто не успеваю Потому что Вот в этом режиме Я в себя иногда Не успеваю Просто прийти И Мы бежим Бежим То одно снимаем То второе То третье А я там поспать Не успеваю Ну тяжело сейчас Реально тяжело И Кого-то я Я смотрю Какие-то шоу Какие-то там Выпуски По тестам Я смотрю Кто как что делает Но Я Ну Я не вижу Изюминки Я не вижу Такой вещи Чтобы она меня Зацепила И я ее Смотрел дальше То есть вот Я задаюсь Всегда так Знаете Если ты что-то Посмотрел И тебе это реально Круто понравилось И тебе интересно Дальше наблюдать Что человек Дальше исполнит Что будет еще Интересно То вот это та самая вещь Которая заставляет Меня Ну подписаться Вот я например N1Crew По-моему Николай Кроватовский Коля Короче PH Погуглите Он интересные ролики Делает Из Америки Они простые Они записаны Там на телефон Может на камеру Они простые Ну реально Очень интересные Он рассказывает Очень много Интересных вещей Я чуть позже Его где-нибудь Интегрирую И покажу Расскажу Прикольно Потом например По тюнингу Я думал Да Вот есть много Различных Тюнинг компаний Которые сейчас Тюнингуют Там моторы Коробки И так далее Но Большое 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 количество Эти компаний Они И машину Били очень много И моторов Положили Очень много И не во всех Ситуациях Все конкретно Ну как бы Ну как бы Корректно повели Когда проблема Настала Вот Я думаю Что сейчас Наверное Мы сделаем Какие-то там Несколько серий По технарю Где я Проанализирую Весь рынок Чип тюнинга Кто занимается Тюнингом Кто что продает Мы поездим Посмотрим Эти компании Посмотрим На отзывы Обязательно Да То есть Кто чиповался Кто не чиповался Чем это закончилось Как обслуживали И так далее Вот этот момент Очень хочется Проработать Прям глубоко И показать Вот эту глубину Потому что Мы хотели Мы сделали ролик По чипу Мы его Не успели опубликовать Когда со мной Беда произошла И я его сейчас Посмотрел Он не актуален Он не актуален Потому что Большей части Эти компаний Уже Как бы нету Какие то есть Какие то нету Но хочется Объективную Вещь сделать На сегодняшний день Вот Что еще Думаю По названию И Сделаю опрос Скажете Как вы считаете Надо ли Менять название На блогах Я не до конца Понимаю Чтобы Соответственно Чтобы Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok